А вы знали, что медицинская маска разлагается больше ста лет? За время пандемии коронавируса их скопилось настолько много, что экологи забили тревогу. Например, в Украине власти прислушались к призывам специалистов собирать использованные средства индивидуальной защиты и сжигать специальные печи. Подробнее о процессе в материале Асем Хасенхаза. Вот так выглядят эко-контейнеры. В каждом ящике порядка 15 килограммов использованных средств индивидуальной защиты. Тут следует отметить, что маски и перчатки относятся к медицинским отходам. Вторичной переработке они не подлежат, а утилизировать их необходимо специальным образом. На самом деле тот, кто изучил ситуацию, понимает, что в среднем маска распадается больше ста лет. И мы понимаем, что многие маски, когда их сегодня нет такой культуры поведения с мусором, может попадать на полигоны. И мы понимаем, что кроме того, что там, не дай бог, может быть вирус. Всего в Киеве установлены 15 эко-контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты. Однако этого недостаточно, говорят экологи. Во время карантина число использованных масок и перчаток в разы возросло. Поэтому, по словам специалистов, в ближайшее время число таких контейнеров возрастет до 100. Собирают не очень так быстро. У нас вообще в Украине есть проблемы с раздельными, со сбором отходов и всего. Люди, я думаю, вскоре осознают, поймут, что это тоже влияет на экологию, на все. И начнут собирать более внимательно, и может пойдет процесс по-другому. Ну, плюс еще есть заказы, чтобы поставить еще дополнительные контейнеры. Сжигание использованных масок и перчаток проводится в два этапа. Сначала контейнеры с отходами уничтожают в печи при 750 градусах. После этого остатки при температуре 1200-1300 градусов. В результате утилизации таким способом отходы уничтожаются почти полностью. Это значит, что они не грозят заражением людям или загрязнением окружающей среды.